Ребята, всем привет! С вами Юрий Благополучный. Перед просмотром этого видео, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на этот канал. И обязательно нажмите колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видосы. Приятного просмотра! Так, друзья, сейчас я вам кое-что расскажу, уйду на площадку и вам расскажу интересные вещи, что будет. Сап, а он сейчас рыбкой зажуешь, никто ничего не слышит. Что-то такое? Ну вообще лайтовый, ничего. Я могу хоть не работать или что-то. Чё-то странный тип, я чё-то не понял. Чё-то не понял. Давай, нафиг. Работа не главное. Главное найти призвание. То, что ты... Что он нам рассказывает вообще? Я вот, например, под забором гуляю. Ну вот и всё. Пара волсточков никогда не поглядят. А тебя, пацаны, ещё больше уважать будут, особенно в школе. В смысле? Чё нам отдаёт? В смысле? Стой, 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 стой. Чё, 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 нормальный вообще? Ты... Э! Ты чё? Ты чё творишь? В смысле? Это я чё творю? Стой, держи дистанцию. Ты чё делаешь? Ты мне... Чё, нахер... Она бабла стоит? В смысле бабла стоит? Бабки гони, или такой же... Ты нормальный вообще? Ты чё ему даёшь? У тебя мозги есть вообще? А тебе какое дело? Мы тут корешом с моим малым сидим. Каким корешом, блин? Сосед мой. Сосед твой? И ты ему вот это даёшь? Ты вообще ненормальный, я смотрю. Да какое дело? Какая разница, какое у меня дело? Я увидел ситуацию. Ты понимаешь, что это нельзя делать? Ты вообще, я смотрю, в каком-то состоянии уже ненормальном. Тебе чё надо? В смысле чё надо? Мне надо, чтобы ты этого не делал. Пойди давай, ты шёл, да иди давай. Так, я сейчас вызову полицию, и ты не приеду, ты будешь разбираться. Что ты здесь давал? Какая полиция? Какая полиция? Такая полиция. Ты нормальный вообще? Всё нормально? Сейчас я вызову полицию, и ты отсюда пойдёшь, понял? Нет, сейчас ты отсюда уйдёшь. Ты вообще, я смотрю, не в адеквате. Ты понимаешь, что такое нельзя делать? Я ничего не давал. Тебе сколько лет вообще? Ты чё, ревенок? Ты что, не понимаешь? Да, мне надо. Мне вызвать полицию, и ты сейчас отсюда уйдёшь? Или тебя посадят за это вообще? Ты понимаешь, что ты нарушаешь закон? В эспарке и средь бела дня вообще такое творить. Ты вообще неадеквате, я смотрю. Мужик, чё ты смотришь на меня? Значит, смотри, собрал вещи свои, свалил отсюда, понял? Значит, реально позвоню. Я записал тебя на телефон. Смотри, видишь? Это ты сидишь, у меня вся запись есть, всё фиксируется. Ты хочешь, чтобы я это выложил, да? Или в полиции показал? Давай, собрал вещи, свалил, чтобы я отсюда не видел тебя. Быстрее. Смотрит он ещё. Пока, мама. А с тобой ещё встречусь. Давай, давай, ещё раз тебя здесь увижу. Ты понял? Чтобы не приходил сюда больше. Всё нормально? Я могу присесть? Да. Не волнуйся. Тебя как зовут? Назар. У меня Юра. Привет. Слушай, кто это такой был? Толик, сосед мой. Все его так называют. Толик, сосед? То есть ты его знаешь, да? Да. А что ты с ним вообще делал? Мы иногда встречаемся. Я с ним дружу. Ты дружишь с ним? Да. С таким Толиком? Слушай, я видел, что происходило, но... То, что он тебе говорил. И я считаю, это неправильно. И хорошо, что ты не согласился. Ты видел, что ты не особо хотел. Правильно? Если бы не было что-то, я бы хотел. Назар, да? Послушай, Назар, ну... Ты, в принципе, уже... Мальчик взрослый должен знать, что это такое. И что это очень плохо. И... Ну... Я просто... Я увидел это и не мог не подойти. Но как так можно? Он такой взрослый дядька, и тебе, в общем, такое... Дает. А что ты сейчас с ним тусишь? Ты видел, как он вообще ходит? Он... Ну, ты понимаешь, что это плохо? И с такими лучше не общаться. Ну, он нормальный. Я думал, что если я с ним подружусь, то... Меня будут уважать. И как будто я такой взрослый. В смысле? Где тебя будет уважать? Ну, я думал, что я с взрослыми дружу. Да, подожди. Но нельзя с такими дружить. Чему он тебя научит? Я видел, что ты не согласился. То, что он тебе предлагал. Ты молодец. Но я видел, что ты не особо хотел. Я бы выиграл, если бы не подошли. Ну, слушай, ну, хорошо, что я подуспел. Потому что ты понимаешь, что это нельзя делать. Это очень плохо. И... Слушай, а... А почему ты не в школе? А я прогуливаю. В смысле ты прогуливаешь? Как? Да зачем? В школе мне скучно. И я думал, что сегодня предметы не важны. Слушай, ну, нельзя. То есть ты вместо школы вот этот со своим... Как его? Толик, да? Ты сказал? Да. Ты часто с ним вообще видишься? Да, очень. Он сосед мой. Ну, я понимаю, но он еще ничего хорошего не научит. Ну, мама не знает, и... У меня друзья в школе очень крутые. Они старшаки, и они все время этим балуются. Я хотела попробовать, чтобы прийти в школу и... Ты серьезно? Вот этот попробует, ради того, чтобы быть крутым, как они? Ты поверь, они ничего в жизни не знают. И... Послушай, крутизна, она не с этим связана, понимаешь? Ты подрастешь, поймешь, что в жизни можно быть крутым в другом, понимаешь? И крутизну не надо ни для кого показывать, ни для каких старшеклассников, ни для какого Толика этого. Ну, мне в школе одна девочка нравилась, и я хотел ее удивить. Недавно у нас была школьная вечеринка, и я... Вот как раз мне предложили, я хотел согласиться. Ну? Удивить. Чтобы ее удивить? А что случилось? Ну, девочка нравится. Это же хорошо. О, я ее хотел удивить, а я не успел. Она ушла. Наверное, я не удивлю. Послушай, не этим удивляют девочку, понимаешь? Не вот этой крутизной, которую тебе показывают. Ну, совсем другим. В мире много всего интересного, много хобби. Можно заниматься спортом, музыкой, кино. Видео снимать какие-то. Да всем чем угодно, но не в этом дело, понимаешь? Кто тебе вообще надоумил? Зачем ты с этим Толиком общаешься? Не, я тебя не ругаю, я все понимаю. Просто я пытаюсь тебе показать, что в этом нет ничего хорошего. То, что он тебе вот это вот сидел здесь и рассказывал, что... Какая жизнь классная, надо жить одним днем. Не слушай его. Он вообще потерянный человек, понимаешь? Просто после того, как ты выпьешь, то, мне кажется, ты становишься таким веселым. Не-не-нет, послушай, это заблуждение. Это временная такая штука, которую вообще забудь. Это не настоящая. Это не то, что... Ну, это не настоящая жизнь. Пойми. Понимаю. Назар, пойми, многие, вот как этот Толик, они просто не могут остановиться вовремя, понимаешь? Они выносятся из квартиры, у них проблемы в семье, и это очень плохо. Разве ты этого хочешь? Быть в таком вот состоянии? Нет, у меня мама папу из квартиры выгнала из-за того, что он всегда был в таком состоянии. Ну, как ни странно, такое иногда бывает. И это очень плохо. И родители иногда тоже такое делают. Но ты же еще... Ну, у тебя все сейчас впереди. Ты еще молодой, ты учишься, и сейчас главное учиться, понимаешь? Получать знания. Это важно. Я очень хочу быть крутым наравне с ташаками. Они мне все время говорят, что они с шестого класса начинали... Да ну прекрати, ну слушай, да не слушай их. Чего они знают в жизни? Они ничего не знают в жизни. Они хотят специально, чтобы из этого ты с ними тусил. Понимаешь? Не слушай их, и это Толика не слушай. Но это не те люди, которых надо слушать. Ты же, ну, есть какие-то у тебя хобби, ты же любишь чем-то заниматься. Там, ну не знаю, там самокат, или там даже в игры, они игры и то лучше, понимаешь? Компьютерные. Чем тусить вот так вот на площадке? Если ты на площадку пришел, так спортом заниматься, твой этот Толик, он может потянуться или держаться хотя бы 10 раз? Думаю. А твои друзья вот эти, которые, где вы там тусите? Мы обычно ездим на маршрутке или на велосипеде в центр там. Ну вот, что в центре? Вот вы хоть там хоть раз спорт? А мы там за гаражами что-то делают. Ну вот, тем более. Назар, они могут хоть потянуться 10 раз? Нет. Ну так это о чем говорит? Что все, они уже свою жизнь, ну, неправильную, знаешь, неправильную струю направили. Не в том направлении двигаются. Я не хочу с ними общаться, но я думала, что девочка меня заметит, если я буду все-таки. Назар, пойми, не за этого девочки замечают. Ты лучше цветы подари, пригласи в кино. Там мороженое купи, пойми, это будет больше цениться, чем вот эта псевдо-крутость, то, что они говорят. Они не крутые, поверь, это сейчас вообще не модно. Понимаешь? Ну просто я пытаюсь тебе рассказать, что, ну, я такое увидел, и я не мог просто пройти мимо. Понимаешь? У меня старшаки в школе иногда задирают, и не только старшаки. И очень мне обидно. Еще, если эта девочка про это узнает, то... Послушай, Назар, в жизни бывает так, что сложные ситуации бывают абсолютно разные, но не стоит сдаваться, не стоит идти по направлению в их сторону. Это, понимаешь, в начале школа, потом универ, потом работа, и... А то, что сейчас, это у тебя маленький этап жизни, но ты со временем будешь понимать, больше будешь понимать о жизни, и увидишь в жизни много классного и прекрасного. Что можно поехать посмотреть мир. Что не все зациклено на вот этом вот соседе и твоей школе, и твоих одноклассников, старшаков твоих, пойми. Назар, все хорошо. Все хорошо, не волнуйся, все нормально. Надеюсь, ты меня понимаешь? Я пытался тебе как-то донести этот момент, чтобы ты понял. Ну как не получить крутость и уважение, чтобы я понравилась этой девочке? Назар, крутость и уважение получаются другими, еще раз говорю, другими вещами. Я же говорю, сходи в кино, пообщайся с ней, просто пообщайся. Нормально, да даже в игры поиграй какие-то с ней, в компьютерные там, в кино, в мороженое, да много чего там. Просто погуляй в парке. Она тебя больше из-за этого будет уважать. Понимаешь? Тебе сколько лет? Двенадцать. Двенадцать. Ну все, ты взрослый уже пацан, ты должен уже понимать немножечко в жизни. То, что твой сосед, это не значит, что он тебя должен учить этой жизни. Он ничего не понимает. В каком он состоянии, где его семья? Ты видел, как он ходит? Ну, разве он твой друг? Ты должен искать друзей среди ровесников. Да если нет друзей, ты с таршаками ищи, с девочкой можешь пообщаться. Неужели у тебя нет друзей? У тебя есть кто-то из друзей? Да. Ну, так а что ты с ними не общаешься? Так их немного, Толик и один лучший друг со школы. Ну вот, это Толика забудь. Я надеюсь, что ты больше не будешь с ним видеться. А друг со школы, почему нет? Общаетесь с ним. У вас же есть какие-то общие интересы? Да. У тебя же должны быть какие-то хобби. Что ты любишь делать? Я рисовал фонтаду. Рисовал? Да. Ну круто, а что ты рисовал? Ну, рисовал всякие самокаты. Ну, так слушай, так это классно. Если у тебя есть уже какая-то жилка художественная, почему нет? Можно много рисовать, заливать в YouTube, можно в Instagram свои рисунки делать, да можно друзьям рассылать, там, всякие создать группы по живописи, по рисунку. Если тебе это нравится. Понимаешь, самое главное в жизни заниматься тем, что тебе нравится. Получает от этого кайф. Кайф не в этом, не в Толике, не в этих вещах, что он тебе говорил. Много всего. Вы смотри, какой классный лес, какая классная природа. Вот ты же здесь живешь рядом, да, я так понял? Да. Я хотел заливать на YouTube, но у меня... Вот, поэтому я всячески пытаюсь показать себя перед другими, чтобы стать культурером. Ну, послушай, достаточно обычного смартфона, чуть-чуть получше, уже можно заниматься съемкой даже. Я понял, что старый телефон, но... Ну, мама у тебя есть там, мама, папа? Так пусть они почти тебе, вот, почти тебе откладывают денежку и купят тебе телефон, чтобы ты смог уже заниматься. На день рождения попросить. Ну, вот, на день рождения попросить. Или планшет хотя бы для рисования какой-то, понимаешь? Я надеюсь, ты меня понял и больше не будешь общаться с такими, как Толик. Больше вернусь. Ну, все, супер. Даешь слово? Да, я. Давай. Ты молодец. Все классно, хорошо я успел, потому что, ну, непонятно, по кой бы ты пошел, понимаешь, с наклонной. Да Толик, он говорит всякую ерунду, ты его не слушай. Это потерянный взрослый человек, которому надо помощь, понимаешь? А ты еще молодой, у тебя вся жизнь впереди, ты запомни. Тебе холодно? Нет. Слушай, а ты завтракал сегодня вообще? Может, этот вот, ну, есть кафе вот здесь, знаешь, можем пойти попить там, не знаю, какао там какое-то, молока горячего, чтобы ты согрелся, да? Погнали? Идем. Окей. Ребят, я знаю, что многие из вас ведут YouTube-каналы, и бывает, что вы ведете канал, месяц, а то же год, и у вас ничего не получается, какие-то проблемы, не идут просмотры, ролики не попадают в рекомендации, вы делаете много ошибок. Ребят, специально для этого я создал свой курс. Он, в принципе, небольшой, но там много уроков, более 70 уроков. Они небольшие, но они информативные, очень полезные. Они помогут вам развить ваш YouTube-канал, помогут понимать структуру, как все работает, как работают алгоритмы YouTube, потому что в YouTube я уже более 6 лет. Если так суммарно посчитать, у меня более 10 YouTube-каналов разных, многие вы не знаете. Как и на СНГ-аудиторию, так и на американскую аудиторию. С американской аудиторией YouTube платит больше, это тоже я рассказываю. В этом курсе можно сказать, что если вы хотите сразу понять структуру и не наступать на грабли годы, снимая видео и понимая, что у вас ничего не получается, и вы можете так перегореть и забросить свой YouTube-канал, а я хочу, чтобы вы зарабатывали с вашего YouTube-канала, потому что YouTube – это платформа, по сути, номер один, которая платит своим подписчикам. Даже если сейчас отключена монетизация, все равно можно зарабатывать на YouTube. Все равно есть несколько способов, как можно зарабатывать на вашем YouTube-канале. Я вам помогу, ребята, на курсе, когда вы пройдете курс, вы все это поймете. Еще дополнительно я буду вам помогать в закрытом телеграм-чате, отвечать на ваши вопросы, буду анализировать ваш канал. Очень много классных плюшек, поэтому ссылочка на мой YouTube-курс в описании. Заходите, смотрите, обучайтесь, и я хочу, чтобы вы тоже становились такими популярными блогерами, как я и другие люди. Все, всех обнял, жду на курсе. Так, а что ты вообще любишь еще делать, кроме рисования? Какого-то лучше накладки, я пробовал вот. Кого-кого? На самокате кота, пробовал еще на YouTube снимать, в TikTok, в этот, примить там. А ты еще на Twitch? Угу. А что ты там стримишь? Стримлю. Какой формат? Работать в своей ситуации, игры вообще. А, игры? Угу. Прикольно. А какие игры любишь играть? Эээ... КСГОу. Вот недавно хотел сделать, как бы, пересадку аккаунта на на jeżeli 행복, чтобы КСГОу записывать. Нетほど lain. Так это классно. Я занимаюсь YouTube вообще. А, да? Ага. Кстати, я заметил, что это у вас за камера? Ну, как раз вот я тебе это и хотел сказать. Я снимаю такие ролики социальные, постоянно наношу с собой камеру. Но обычно это бывает, что... Ну, меня просят проверить, как ведут себя школьники в квартире, пока родителей нет. Я иногда так помогаю людям. И взял камеру, вот видишь, тебя увидел случайно, спонтанно. Вообще, ютубом занимаюсь уже давно. И у меня есть, кстати, стрим-канал, где я в CSGO, кстати, тоже играю. Это очень так, ну, я согласен, что это прикольно, несколько видов канала вести. Ты вот стримишь по играм, получается, да? Ну, да. Ну, круто. Так, ну вот, в общем, вот кафешка, мы пришли. Заходи. Спускайся. Здравствуйте. Так, давай что-то... А ты что хочешь? Чай. Точно? Может, сладенького что-то хочешь? Нет, спасибо. Тогда можно нам два чая сделать? Да, можно. Да? Черных. Окей? Хорошо, я буду. А, да? Все, супер, окей. Идем тогда, присядем, проходи. Вот столик. Иди сюда. Прикольно он, кстати. Здесь, знаешь, в этой кафешке очень классно. Здесь самый вкусный кофе вообще, чай, который я пробовал в этом районе. Ты же здесь рядом живешь, бывал в этой кафешке? Да, там, один раз только. Один раз? Обычно я другой. Я понял. Ну как, смотри, уже на улице там холодновато, здесь потеплее будет. Ну да. Так расскажи, чем ты еще любишь заниматься вообще? Игры компьютерные, симуляторы всякие. И обычно в реализе слушаем друга. Это который со школы, правильно? Да. Мы темы всякие ищем подзаработать. Темы подзаработать? В играх, что ли? Ну не только. Недавно мы нарыли такую тему. Есть такое приложение, вскачиваешь его. И там тебе за рекламу даются центры, деньги. Слушай, ну ты молодец. Видишь, ты чем-то занимаешься уже. То есть у тебя есть уже какое-то хотя бы направление, как можно заработать. Просто я ютубом занимаюсь. Ты говорил, что ты тоже что-то снимал, да, по-моему? Да. Твич, да? А на ютубе что? Ну на ютуб опять верю. Я там три года снимал, монтажировал. Мне так это нравилось, но вот когда я был маленький, мне это очень нравилось. Это было давно. Вот так три года занимался ютубом. Челек, спасибо большое. Спасибо. Занимался ютубом и... Мне это очень нравилось. Потом я посмотрел на своих подписчиков, там было 50 подписчиков. Ну слушай, ну опять же, помнишь, что я тебе говорил, что не останавливайся на достигнутом, а двигайся дальше. Главное на ютубе регулярность, понимаешь? Вот я, кстати, так как я занимаюсь уже ютубом шесть лет. Ого. Шесть лет. Да, короче, у меня разные каналы я снимаю. Сейчас вот про школьников там помогаю, таким как ты. Разные семьи есть, там неблагополучные, там кота, папа, нет, аккуратно, не обожги. Поэтому знаешь, на ютубе главное регулярность, постоянно выкладывать контент. Ты, ну, часто в видео выкладываешь? Ну раньше выкладываю, в день, по-моему, по три ролика выкладываю. Сейчас не выкладываю, раз в два месяца могу выкладывать. А потом что? Ну потом все, спросил. Почему? Опять же, надоело и почти не забавляюсь. То есть тебя смущает то, что, как бы, ты загрузил видео, никто не смотрит, это у тебя мотивация нет? Кстати, было одно видео, 10 тысяч просмотров. На чем? Я просто скопировала, это было детство, я скопировала себе на поездку в Монтик, на день выложил его, и все, 10 тысяч просмотров. Ну, так смотри, ты должен понимать, что какие-то есть моменты, вот ты выложил, оно хайпануло. Главное не забивать на канал, а снимать это постоянно. Просто ждать, я первый свой канал развивал более трех лет, а второй за два года я миллион подписчиков сделал. Прикинь? То есть за два года правильность, правильно загружал, я прям снимал, 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 и за два года вот у меня уже миллион сто, сейчас. И то есть это, по сути, основной мой вид заработка с ютуба, понимаешь? Поэтому останавливаться, я считаю, не стоит, ну, никогда. Просто надо, знаешь, надо правильно понимать, что делать, как снимать, и, ну, оптимизировать видео. Если ты понимаешь, что я заливал видео, то ты должен понимать. Я на курсе, кстати, все рассказываю. Если хочешь, я тебе, ну, могу этот курс по скидке сделать, тебе классную скидку. Интересно тебе было бы? Да. Ну, пойми, что бесплатно не могу сделать по какой причине? Смотри. Все захотят, все узнают. Просто есть такое понятие, что за бесплатность люди, они не ценят то, что дается бесплатно. Поэтому хоть за все в жизни надо платить. И когда они заплатят за этот курс, условно, да, то есть они поймут, что он ценный, будет его проходить. Потому что я там записывал, там, более 70 уроков полностью, все это рассказывал. Я там вообще делаю классную сцену, скоро буду запускаться. И тебе вот тоже скидку делаю. Потому что, ну, тебе действительно это интересно, если ты этим занимался, снимал, то я для тебя предоставлю. Ты можешь... Как с вами связаться? Ну, телефон запишешь мой, или я твой запишу, там, можешь мне в Телеграме написать или в Инстаграме. А, круто. Все, тебе это все расскажу и покажу. Круто? Да. Пей чай. Я вообще, когда сказали, что у вас миллион подписчиков. Да, больше, Ляма. Миллион 150. Давай за тебя. Чтобы у тебя все в жизни получилось, как ты запланировал. И пил ты чаек. А как я смогу такие ролики как-нибудь снимать? Ну, в принципе, можешь. Главное найти вот именно свою нишу, как говорится, свой стиль съемки и свой формат. То есть можно игры, можно стримы, можно там такие ролики по меня, там, можно челленджи разные. Ты же смотришь там всяких Владов А4 и тому подобное. Не, не смотришь? Слава богу, нет. Какие каналы смотришь? Ну, не знаю. Когда как? Обычно геймерские стримы. Угу. Ну, главное все это, понимаешь, надо учиться. То есть нельзя просто взять и сразу снять видео. Можно, но если у тебя хайпанет ролик, то это круто. А так надо учиться. Поэтому на курсе я именно показываю детально от начала до конца все это. Как-то телефон, да? Обновишь себе. Алло, да. Да, я тут. Мама звонила? Да. Круто. Что, что говорит? Что б я калее подходит. А? Что б я калее подходил. А, калее? А, это там получается? А, что, ну, что ты маме скажешь, ты же должен быть в школе вообще? А, школа закончилась, моя 10 лет назад. А, то есть такое просто... Я ей скажу, что я еще только со школы иду. Угу. Так ты же без рюкзака. И что будет? Ага. Скажи, что я в школе иду. Думаешь, поверят? Да. Ну, на крайняк я скажу, там, с тобой я доведу до мамы, потому что ты же понимаешь, что... Ну, мало ли, там, этот Толик еще где-то лазит, я не хочу тебя оставлять маме и отдам, и как бы буду спокоен, что все хорошо. А, если ты, ну, дальше хочешь там увидеться, там, пообщаться, идусь по Ютубу, то, в принципе, маме телефон оставлю или тебе, ты уже сможешь там написать. Круто. Мы же здесь рядом, получается, правильно? Нет. Ну, круто. Главное, не останавливайся, не общайся с Толиками, занимайся там Ютубом, там, геймерском, или там, рисуй самокаты. Главное, чтобы творчество твое на тебя нравилось, понимаешь? И двигаться в этом направлении. Получать кайф, понимаешь? Тот же Ютуб, ты должен делать то, что тебе нравится, кайф, и на просмотрах вот и зарабатывать. То есть это можно, то есть есть куча... Я в Ютубе уже 6 лет, я знаю все эти секреты, все алгоритмы, как можно продвигать ролики, понимаешь? Так что не останавливайся. Мне главное, чтобы ты с Толиком не общался, и все. Назар, давай, ты молодец, умный пацан. Да. Так, идем я тогда за кофе, за чай рассчитаюсь, и пойдем к маме, да? Она там ждет уже? Скоро, да, будет там. Через сколько? Не знаю, часом в 5 обычно приходит. А можете свой туб показать? Ютуб канал? Да. Давай, конечно. Ну, вот, смотри. Вот. Вот видишь, миллион. Ага. Вот ролик 4,8 ляма, 4 ляма набирают. Ну, то есть снимай уже 2 года. За 2 года сделать канал, прикинь? Да. У меня же геймерский канал, если есть канал, где я про Ютуб рассказываю тоже. Ну, поэтому разные направления. Ты главное, ну, выбери свое направление и двигайся. Да. Сумма может звонить. Да. Ну, идем, да? Погнали. Да. Все, допивать не будешь? Нет. Слушай, Назар, а ты каким-то спортом занимаешься? Да, конечно. Дзюдо и боксом. Дзюдо? Да. Боксом? Так круто, слушай. А почему ты не отпор не дашь одноклассникам? Так я старший мне на лет 5. Да? Угу. Ну, ничего страшного. Ты как бы, ну, начнешь там какой-то навык новый и постарше станешь, то нормально будет. Спорт это круто. Слушай, я рад, что ты занимаешься спортом. Я сам постоянно, там, турнички, брусья, такое. Так это мама твоя? Мама, 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 мама. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Это Юра, это он очень популярный блогер. Блогер? У него миллион подписчиков, да. Очень приятный. Ну, да, такое, я сосед ваш. Я просто увидел Назара, он, в общем, на улице был. А ты чего не в школе? Где твой рюкзак? Ну, тут прогулял. Ты прогулял? Опять прогулял? Да. Мы же говорили с тобой об этом. Ну, вы, главное, не переживайте. Я просто увидел, что он с этим соседом общался. Как его зовут? Толик. Тут Толик, знаете? С Толиком. Прекрасная компания. Я просила тебя с ним не общаться. А, это не первый раз уже? Угу. Просто этот Толик там ему такое всякое рассказывал. Что он тебе говорил? Ну, да, все нормально. Просто он ему пытался учить жизни. Я просто не мог пройти мимо. Увидел, что просто этот Толик, он так выглядит стрёмно. И с парнем. Я сначала подумал, что это, ну, как бы отец. Но потом я увидел, что это не он. Слава ему нет. Да. И это вот. Просто такой очень непонятный такой человек, можно так сказать. Спасибо вам, что вы не прошли мимо, конечно. Да. Я просто сказал, что с Толиком лучше не общаться. Назар молодец. Кстати, мы пообщались. Я ютубом занимаюсь. Он говорит, я тоже ролики люблю снимать. Он очень крутой мой. Еб. Да. Ну, научиться, наверное, для этого надо. Давай, давай, Назар, так, договоримся. Ты не прогуливаешь больше школу. И я тебе даю скидку. Я, кстати, по ютубу курс запускаю. И даю тебе скидку на курс по ютубу. Будешь заниматься, снимать ролики. А у вас обучающий курс? Ну, да, да. То есть там может каждый его, даже школьник или взрослый, если поможете ему. То есть я ему примерно рассказал. Там мы в кафешке посидели, он замерз просто. И мы там попили чай. Да, потому что он на скамейке с этим Толиком общался. Я забрал, говорю, идем попьем чай. И она рассказала ему про это. Он говорит, что хочу заниматься. Он и рисовал вроде что-то, да? Да, ему нравится рисовать. Вот, круто. Я говорю, лучше рисуй там и ютубом, чем с таким Толиком общаться. У меня какой-то друг есть, он сказал, в школе, в школе там или где у тебя один, да? У него просто некоторые там были моменты с одноклассниками старшими. И одни ему там тоже всякие глупости наговорили, как, говорится, как жить в жизни. И он наслушался. И еще Толик ему на уши там, как говорится, рассказал. Я ему пытался объяснить. Да, я замечала, конечно, что что-то происходит в последнее время. Но у меня постоянно на работе нет времени заниматься. Ну, все равно надо, потому что, если не вы будете, то Толик, как говорится, будет тоже что-то рассказывать. А это плохо. Понял, что с Толиком не общаться с таким. Конечно, решать вам, но я бы с таким не общался, Толик. Потому что все какие-то гадости там говорит. Про жизнь, как ему там не повезло по жизни, что надо жить в одним днем. То есть такого, ты же еще молодой, у тебя все впереди, говорится. Все будет круто. Главное, видишь, родители есть у тебя, и это классно. И они тебе помогут. Только надо телефон ему, наверное, новый. Телефон? Ну, если заслужит, будет телефон. Если школу прогуливать не будет, да? Да. А это не первый раз, оказывается. К сожалению. Ну, вот, смотри, будешь хорошо учиться, не прогулить, маму купить телефон, и сможешь нормально уже снимать видео, которое тебе надо. Да? Спасибо вам большое. Да, не за что. Ну, связь есть, если что, там, пиши в Телеграм, Инсту, там, добавляйся. И будем общаться. Да? Если Толик еще раз подойдет, то скажите мне, я его вроде там прогнал. Надеюсь, что он больше не подойдет. Спасибо. Главное, никого не ушел. Давай. Все, ты молодец. Все. До свидания. Да, рад был с вами познакомиться. Все, Назар, давай, держись, снимай ролики на связи. Пока-пока. Ну, что, друзья, я надеюсь, что Назар больше не будет видеться с этим неадекватным Толиком и не будет прогуливать школу. И получит за это от меня скидку на курс по YouTube. Если вы тоже хотите заниматься YouTube, быть блогерами, зарабатывать на это, быть популярными медийными личностями, то записывайтесь на мой курс, потому что там очень много классной и крутой информации, и реально, где я вам помогаю лично. Все, ссылочку, естественно, я оставлю в описании на этот курс. Всех обнял. Пока-пока.